Полет ракеты на первой и даже второй ступени лишь начало пути космического аппарата. Самый большой груз ответственности ложится на разгонный блок. Космический тягач «Фрегат» начинает свой путь, когда третья ступень уже завершила работу. Открывается обтекатель, и двигатель разгонника доставляет спутник в расчетную точку. Отсюда космический аппарат начнет самостоятельное движение по своей орбите. Вот эта форма выбрана такой, что она позволяет хорошо, удобно закомпоновать все системы разгонного блока. Она технологична, потому что оболочки одинаковые. К тому же оболочки сферические, а сфера имеет, исходя из законов прочности, наименьшую толщину, то есть наименьшую массу конструкции. Топливные баки «Фрегата» уникальны и просты. В невесомости само топливо неподвижно и похоже на жидкий пузырь. Чтобы оно опустилось к топливопроводам, надо создать силу тяжести. Топливо выдавливается в камеру сгорания и воспламеняется. «Фрегат» начинает движение. В НПУ имени Лавочкина легендарный разгонник собирают в одном цехе вместе с его защитником – головным обтекателем. Во время выведения на орбиту он оберегает фрегата от тепловых нагрузок и скоростного потока воздуха. Пространство внутри головного обтекателя – это, пожалуй, его главная характеристика. Оно необходимо для того, чтобы нашлось место космическому аппарату и, конечно, разгонному блоку «Фрегат». Мы находимся внутри головного обтекателя ракеты-носителя «Зенит». Совсем скоро, вот там, в головной части, будет находиться космический аппарат уже знаменитой серии «Спектр». Ну а «Фрегат» займет свое почетное место. Прямо здесь. Этот разгонный блок и головной обтекатель из разных космических проектов. «Фрегат» в скором будущем выведет на орбиту европейскую метеорологическую станцию «Метоп-2». А обтекателю достанется не менее важная миссия – сберечь в целости и сохранности космическую обсерваторию будущего – «Спектр Ультрафиолет». Обычно «Фрегат» работает в связке с ракетой «Союз». Однако несколько лет назад в МПО имени Лавочкина создали новую модификацию – разгонник для ракеты среднего класса повышенной грузоподъемности – «Зенита». Именно с ним в 2011 году «Фрегат» вывел на орбиту уже знаменитый «Спектр Радиоастрона». Орбита захоронения. Она выше геостационарной орбиты спутников на 200-300 километров. Здесь медленно остывают железные корабли невесомости, космические фрегаты. Миссия разгонных блоков завершена. Спутники на своих орбитах. Он фактически замерзает, превращается в ледышку. То есть никакой опасности взрыва он фактически не представляет. На самом деле сегодня таких замерзших космических тягачей семь. Остальные 23 фрегата успешно сведены с орбиты и затоплены в океанах.